Добрый день, уважаемые зрители! Все те, кто смотрит Континент ТВ и читает газету «Континент», наверное, знают, что мы усиленно готовимся к выборам 5 ноября. И мы провели уже целый цикл передач, в которых, к сожалению, не осветили один очень важный момент. А что делать, если демократы все-таки будут нарушать законодательство о выборах? Например, если вы придете на свой участок, либо в предварительном голосовании, либо 5 ноября 2024 года, и заметите что-то необычное, сразу рапортуете об этом. Например, вы пришли голосовать 5 числа, вам говорят, а вы уже проголосовали, и показывают вам подпись какого-то совершенно другого человека, который представился, как будто это вы. Или вы пришли голосовать, а машина для голосования не работает. Или вас не пускают на участок, или что-то еще обязательно сообщайте. Например, появились сообщения о совершенно уникальных нарушениях. Например, в Вирджинии на предварительном голосовании люди заметили, что на некоторых избирательных участках выдают бюллетени голосования, где фамилия Трампа исковеркана, напечатана неправильно. Например, есть варианты, где его фамилии пишут не Трамп, а Тримп, или Тран-н-н-н вместо М. Пришли сообщения, опять же, из списков предварительного голосования, что на некоторых избирательных участках уже проголосовали люди с именем Микки Маус. Если вы живете в многоэтажном билдинге, в многоэтажном доме, приходите домой и в фойге на первом этаже, на полу, видите целую пачку неохраняемых бюллетеней, которые лежат просто без присмотра, или на ваш адрес пришло приглашение с избирательного участка проголосовать, но не на ваше имя, сразу трубите тревогу. Если вы встретитесь с подобными случаями или какими-то другими, или кто-то из ваших знакомых с ними столкнется, или вы были свидетелями таких случаев, немедленно сообщайте. Так вот, что осталось за кадром во время нашей подготовки всей команды континента к выборам, мы четко не смогли до сих пор сказать, что же делать, куда обращаться. И вот сегодняшняя короткая запись посвящена именно этому. Пожалуйста, давай поставим первую картиночку. Этот сайт называется... Vote Alert. Vote Alert это сайт, который сделан группой американских консерваторов. Это не государственный сайт, он не принадлежит ни команде Трампа, ни Департаменту юстиции, ни Центральному комитету Республиканской партии. Это консерваторы-волонтиры. Если вы пойдете на сайт truethevote.org helpline, то вы сможете найти там вот такую картиночку, где можно рапортовать о всяческих нарушениях. Причем этот сайт действует во всех 50 штатах. Не нужно беспокоиться о том, что название сайта вы не запомнили. Все ссылочки, когда это видео будет опубликовано, будут внизу. Вам останется только кликнуть на них. Кроме того, на сайте Continent все эти ссылочки тоже будут на самой первой странице. Теперь мы перейдем к другому сайту, который называется Voice Alert. Voice Alert – это другая система. Это тоже частные лица, тоже консерваторы, но они сделали немножко по-другому. У них не веб-сайт, а у них аппликейшн на телефоне. И нужно будет до выборов скачать это аппликейшн. И дальше, когда это аппликейшн у вас будет, приложение на телефоне, вы приходите на избирательный участок, что-то видите, вы сразу можете заснять, тут же сообщить, сделать фотографию. И все это немедленно улетает адвокатам, которые сидят и ждут, чтобы такие нарушения исправить. Я уже говорил, например, что людей не пускали на избирательном участке. Это было вчера в Пенсильвании. Сегодня утром республиканцы уже выиграли суд против этого избирательного участка. И двери его были открыты. И там время на предварительное голосование было увеличено, чтобы людям дать возможность проголосовать. Следующий сайт. Следующий сайт. Это мой самый любимый сайт. Ну, я являюсь членом этого комьюнити. Это специальный сайт на Твиттере, который специально создал Элон Маск, который, опять же, частное лицо, негосударственное, имеет группу адвокатов, которые сидят и ждут, когда будут какие-либо нарушения. И те нарушения, о которых я вам сегодня уже рассказал, я почерпнул вот с этого места. Забегая несколько вперед, скажу, что Континент ТВ будет осуществлять беспрецедентную акцию. 5 ноября мы будем работать где-то с 5-6 часов вечера до 5-6 часов утра. И если кто-то из вас, когда будет смотреть нашу онлайн-трансляцию на YouTube, например, встретиться с какими-то там нарушениями, можно будет просто нам в прямом эфире написать в комментариях. И я лично помещу то, что вы написали, прямо вот сюда, прямо Элону Маску, чтобы они начали действовать и прекращать какие-либо нарушения. И, наконец, последний сайт. Это государственный сайт. Это сайт, который называется USA.gov. Здесь тоже можно, как вы видите, видите, waterfraud, suppression и другие нарушения законодательства по выборам. Здесь тоже можно сообщить, что не работает, что нарушается. Единственное, так сказать, отличие заключается вот в чем. Когда вы пойдете вот сюда вниз и нажмете на кнопочку сообщить или сделать заявку по поводу того, что где-то происходит нарушение, и когда вы сюда кликнете и придете, то вот то, что вы здесь напишите, попадет не в руки частных лойеров, а попадет сразу в департамент юстиции. И там этим будут заниматься те лойеры, которые работают вот в этом дивизионе. Это могут быть демократы, это могут быть республиканцы. Мы не знаем, кто эти люди. Это какие-то государственные лойеры. Вот, собственно, и все, что мы хотим сегодня сообщить. Не забывайте, что ваша активность в этом направлении будет всячески поддерживаться командой Трампа. Мы уже объявляли результаты подготовки Трампа к нарушениям на этих выборах. Команда Трампа наняла более 5000 юристов, которые сидят и ждут, что им делать с этими нарушениями. Подавать в суд, звонить шерифу, сообщать полиции. Они готовы броситься в бой. Также готовы броситься в бой 220 тысяч волонтеров-республиканцев на избирательных участках во всех 50 штатах. Я хочу в конце заявить, что сам ЦК Республиканской партии попытался сделать тоже такую вот систему, систему, ну, скажем так, отслеживания репортов по поводу нарушений. Они его сделали. Но их сайт получился не очень хороший. Я его сейчас покажу. Вот. Этот сайт имеет вот такую особенность. Здесь нет готовой формы, которая позволит человеку из любого штата сообщить в ЦК Республиканской партии, что происходит. Но я, будучи программистом американским, нашел, в чем проблема. Вот URL – это protectthevote.com. Если мы поставим в начале этого URL, допустим, NY для Нью-Йорка, то открывается совершенно другое окошко, где можно послать репорт о нарушениях в штате Нью-Йорк. В другом штате, допустим, штат Техас, я должен поставить tx.protective.org, открывается Техас. И здесь все уже сделано для того, чтобы посылать все это техасским лоерам. То есть мы все знаем, что в Америке все 50 штатов имеют двухбутвенную аббревиацию. Нью-Джерси – это NJ, Калифорния – это CA, Пенсильвания – это PA. Нужно подставить сюда вручную, допустим, PA, и открывается Пенсильвания. Я им позвонил. К сожалению, времени на исправление этого нету. Но вот такой workaround, найденный мной, многим поможет. Все живут в каждом штате, знают, какова аббревиация этого штата. Кто не знает, найдете на гугле. Итак, не нужно оставаться безучастными. К тем событиям, которые будут происходить вокруг вас на участке 5-го числа, обязательно сообщайте о всех нарушениях. Победа будет за нами. Спасибо. .